В Россоше прошли торжественные мероприятия, посвященные десятилетию Свято-Ильинского кафедрального собора. Среди них архиерейское богослужение, освящение колокола и народные гуляния. Участниками праздника стали несколько тысяч человек. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий – частый гость на Россошанской земле. Десять лет назад Владыка освящал новый Ильинский храм. Сегодня служба не менее значимая, праздничная, юбилейная. Встречали митрополита тысячи россошанцев, которые, несмотря на будний день, пришли в этот день в собор для совместной молитвы. В праздничном богослужении, которое возглавил митрополит Сергий, принимали участие архиереи и клерики Воронежской митрополии, включая священнослужители, с которых начиналось строительство и благоукрашение Линского храма. Гостями праздника стали представители правительства Воронежской области, меценат Николай Ильшанский, главы районов, казачество и прихожане. С учреждением новой епархии все изменилось гораздо в лучшую сторону. И сердце радуется, когда видишь и радость народа, и радость верующих людей, которые приходят в храм. Потому что, я думаю, что редко в таком регионе вот так молодая новая епархия так расцвела. Это не только заслуга владыки Андрея, не только заслуга Николая Михайловича, но это отдача народа. Потому что, если бы не было этой отдачи, ничего бы не было. И народ это воспринимает, народ это... народа любит, народ этим живет. Поэтому то, что мы сейчас видим, это радует. По завершению красочного богослужения вокруг храма прошел крестный ход, в котором приняли участие все духовенство, почетные гости праздника, а также все прихожане. В ходе крестного хода митрополит Сергий совершил ченосвящение колокола. Колокол благовестник отлит при содействии Алексея Гордеева, губернатора Воронежской области Николая Ильшанского, одного из крупнейших бизнесменов Воронежской области. Одиннадцатый по счету колокол будет установлен на звонницу Ильинского собора через несколько дней. А пока свой первый благовест он подарил всем присутствующим на празднике. Субтитры создавал DimaTorzok Рассышанская пророка Ильи Александра Невского. Святой памятный образ написан иконописцам Рассышанской епархии. Престольный праздник храма продолжился массовыми гуляниями. На Соборной площади представители 13 районов Рассышанской епархии представили все свое богатство и красу. В каждом импровизированном курении дорогих гостей встречали хлебом и солью, преподносили подарки и пожеланиям многое лето. Конечно, очень хорошо. Этот праздник объединяет, во-первых, разные поколения. Здесь мы видим родителей с детьми дошкольного, вообще самого маленького возраста, и заканчивая пожилыми людьми. Конечно, очень хорошо. Вот, молодцы все. Очень хорошие. Таких праздников побольше. Торжества, посвященные престольному празднику и десятилетию Собора, продолжались весь день. Надо отметить, что этот день вошел в календарь событий регионального значения. По предварительным подсчетам его посетило около 3000 человек.